здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами вместо репетитора елена викторовна сегодня мы с вами готовимся к всероссийской проверочной работе по окружающему миру и будем выполнять 9 вариант из пособия в котором 25 вариантов типовых заданий центра педагогического мастерства для подготовки к всероссийской проверочной работе четвертом классе предыдущие работы вы можете найти в плейлисте как подготовиться к vpr или vpr по окружающему миру в четвертом классе также на моем канале есть подготовка к математике русскому языку и другой много информации для школьников и их родителей подписывайтесь на мой канал делитесь этим роликом социальных сетях и родительских группах а мы сегодня с вами приступим к выполнению девятого варианта часть первая внимательно рассмотри наглядный материал и выполни задание 1-6 рассмотрите рисунки это изображение предметов которые используют для украшения помещений стрелкой с надписью металл отмечен подсвечник который может быть сделан из этого металла по образцу отмет любой предмет который может быть сделан из дерева и любой предмет который может быть сделан из глины нужно рассмотреть внимательно предметы нарисовать стрелочку например матрешка она может быть сделана из дерева и сюда вы пишите название материала дерево а вот например фигурка олененка она может быть сделана из глины стрелочка и пишем название материала не название предмета а название материала следующее задание Прогноз погоды на 3 суток. Рассмотрели таблицу. Прочитай утверждение о погоде, которая ожидается в указанной сутке. Выбери верные утверждения. Будьте внимательны, в некоторых вариантах есть задание «Выбери неверные утверждения» и запиши их номера в специально отведенную строку. Читаем утверждение. На протяжении трех суток ночная температура воздуха одинаковая. Смотрим. Ночная температура воздуха. Ночь. 20, 20 и 20. Утверждение верное. Сюда записываем цифру 1. Далее. На протяжении трех суток утром и днем будет безоблачная погода. Утро, утро, утро и день. Утверждение верное. Безоблачная погода. Цифра 2. Обычно во втором задании два правильных варианта. Давайте проверим. Показатели влажности воздуха в вечернее время указанных дней недели совпадают. Смотрим. Показатели влажности в вечернее время. Вечер 94, 74, 74. Неверное утверждение. Направление ветра в среду и в четверг разное. Утром. И совпадает в остальное время суток. Смотрим. Направление ветром. Тут северо-запад. Тут юг. Разное. Утром. И совпадает в остальное время суток. Тут восток. То есть разное. Теперь проверяем. Совпадает в остальное время суток. Здесь ночью северо-запад, а здесь юго-восток. Уже не совпадает. Значит, здесь только правильные варианты. 1 и 2. Следующее задание. Рассмотри карту полушарий земли. Изображение. И выполни задание третье. На карте полушарий земли два материка обозначены буквами. А и буквой Б. Запиши соответствующее название материков. Под буквой А это Северная Америка. Записываем. Северная Америка. Под буквой Б. Африка. На странице 80-й рассмотри изображение финиковой пальмы, пихты, баобаба и кактуса. На каждой строчке запиши соответствующее название растения. Итак, давайте с вами посмотрим. Цифра 1 растения. Цифра 2. Цифра 3. И цифра 4. Итак, финиковая пальма, пихта, баоба, кактус. Значит, под цифрой 1 у нас изображение кактуса. Записываем. Кактус. Под цифрой 2 финиковая пальма. Пальма. Под цифрой 3 баобаб, дерево. И по цифрой 4 пихта. Далее. Какие растения из этих встречаются в природе на материке А, то есть в Северной Америке, а какие на материке Б, то есть в Африке. На материке А встречается кактус и пихта в Северной Америке. Сюда нужно писать цифры 1 и 4. А в Африке встречается финиковая пальма и баобаб. Цифра 2 и цифра 3. Работаем с вами далее. Следующее задание. Составь два правила. Подбери к началу каждой фразы левого столбика. Продолжение из правого. Начало фразы. Одно из полезных правил режима дня. Первое. Делать зарядку с открытой форточкой. Второе. Мыть руки после возвращения с прогулки. Третье. Перед сном спокойно прогуляться на свежем воздухе. И Б. Одно из обязательных правил гигиены. Тоже здесь нужно выбрать вариант. Итак, одно из полезных правил режима дня. Начало фразы А. А продолжение фразы. Перед сном спокойно прогуляться на свежем воздухе. Значит, сюда пишем цифру 3. Одно из обязательных правил гигиены. Мыть руки после возвращения с прогулки. Сюда пишем цифру 2. Следующее задание. Внимательно рассмотри изображение тела человека. На рисунке стрелкой отмечена шея. Покажи стрелками и подпиши голень, желудок и печень. Голень это часть ноги, вот примерно отсюда до стопы. Это голень, пишем. Желудок, получается вот это изображение. Подписываем. И печень это вот это изображение. Печень. Работаем с вами дальше. Ученики 4 класса проводили опыты. Они хотели выяснить, как влияет вода на скорость роста и жизнедеятельность растений. Школьники поставили рядом на подоконник два горшка, в каждом из которых пророс побег нарцисса. В одном горшке ребята поливали цветок каждый день, во втором один раз в неделю. Сравни условия проведения эксперимента в горшках. Подчеркни в каждой строчке слово, которое верно отражает эти условия. Освещенность нарциссов в горшках одинаковая, так как они оба поставили на подоконник. Подчеркиваем слово одинаковая. Регулярность полива различная. Один горшок они поливали каждый день, второй горшок они поливали один раз в неделю. Какие измерения и сравнения нужно провести, чтобы определить, как вода влияет на скорость роста? Что нужно делать? Необходимо измерять длину листьев, сравнивать количество новых листьев и цветков. 6.3. Если бы ученики захотели выяснить, как влияет освещенность на скорость роста и жизнедеятельность нарциссов, с помощью какого эксперимента они могли бы это сделать? Опиши этот эксперимент. В два одинаковых горшка с почвой посадить нарциссы. Один поставить на подоконник, второй в темный шкаф. По окончании эксперимента измерить высоту каждого цветка и сравнить результаты. Работаем с вами далее. Приступаем к части второй. Хочу еще раз напомнить, что на всю работу отводится 45 минут. Ваша задача выполнить как можно больше заданий. Если понимаете, что что-то не получается выполнить, пропускаете, выполняете следующее. Ваша задача набрать как можно большее количество баллов. Седьмое задание. На рисунках изображены знаки. Рассмотри их и напиши, где можно встретить каждый из этих знаков. Такой знак с перечеркнутым телефоном можно встретить в театре, в музее, в библиотеке, в храме. Такой знак с перечеркнутой тянущейся рукой можно встретить в музее. И такой знак, например, в библиотеке вырывает тут страницы из книжки. Подумай и напиши, что могут означать эти знаки. Этот знак может означать, что пользоваться мобильным телефоном запрещено. Этот знак, что экспонаты руками трогать нельзя. И этот знак, что вырывать страницы из книг запрещено. Следующее задание. Люди разных профессий используют в своей работе различные инструменты, механизмы и принадлежности. Рассмотри изображение, определи профессии людей, которым для работы требуются эти предметы. Выбери один из рисунков, запиши его номер в специально выделенной клеточке. Итак, давайте рассмотрим, какие предметы здесь даны. Весы продавец использует, измеряет товар. Касса, кассир используют. И тонометр, врач или медсестра. Вы должны выбрать любой предмет. Номер выбранного рисунка сюда написать, цифру 3. И записать название соответствующей профессии. Если знаете несколько, то можно написать несколько. Как варианты я вам расскажу про все 3 профессии, а вы сюда выписываете только одно. Например, продавец. Это очень ответственная работа. Продавец полезен в том, что участвует в торгово-экономических отношениях. Продает покупателю необходимый товар и получает за него деньги. Кассир. Без кассира в современном обществе трудно представляется сфера торговли и различных услуг. Кассиры – это специалисты, которые заведуют денежными средствами, принимают и выдают деньги, управляют кассой и продают нам билеты. Врач или медсестра, или доктор. Главная задача врача – помогать людям быть здоровым. Врач может померить давление тонометром, назначить лечение и выписать рецепт. Ну, это как вариант вам. Девятое задание. Ежегодно с 1950 года, 7 апреля, во всем мире отмечается Всемирный день здоровья. В этот день, в 1948 году, вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения ВОЗ. Подумай и напиши, почему важно беречь свое здоровье. В жизни человека значение здоровья очень велико и играет огромную роль. Оно влияет на наше настроение и физическое состояние. Хорошее здоровье приносит человеку радость и возможность заниматься тем, что ему интересно. Здоровье надо беречь и укреплять. Ну, тоже как вариант. Десятое задание. Запиши название региона, республики, области, края, автономного округа или просто города, в котором ты живешь. Например, я живу, республика Хакасия. Запиши название столицы или главного административного города твоего региона. Главный город, столица у нас город Абакан. Как называется населенный пункт, в котором ты живешь? Запиши название в ответе, укажи вид населенного пункта, город, село, поселок, деревня и в какой природной зоне расположен населенный пункт, в котором ты живешь. Напиши об особенностях природы, характерной для местности, в которой ты живешь. Город Абакан. Республика Хакасия – это край с оригинальной и весьма привлекательной природой. Здесь есть возможность повстречать различные природные зоны. В областях Высокогорья – ледники и тундра. В Котловине – лесостепи и степи. Основная зона – это степи, лес и горы. Зимы здесь холодные, а лето – знойное. Все. Сегодня мы с вами готовились к всероссийской проверочной работе по окружающему миру в четвертом классе. И выполнили девятый вариант. Предыдущие варианты вы можете найти в плейлисте «Как подготовиться к ВПР» или «ВПР по окружающему миру в четвертом классе». Делитесь этим роликом в социальных сетях, родительских группах. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередное занятие. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго, друзья. Пишите комментарии, мне очень приятно их читать. И ставьте лайки. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Продолжение следует...